ладжер обозначает энергию сознания энергия сознания человека это энергия которая вот смотрите как устроен принцип 3 гун или 3 энергии принцип 3 энергии 3 гун в человеке связан с символистическим изображением лингама то есть ложи или устье обозначает землю или по-другому называется это горизонтальным миром смотрите все что в горизонтальном мире находится она все имеет плотную форму то есть если смотреть в горизонтали над землей то все что ниже горизонта все имеет плотную форму то есть это фактически наша земля вот все что имеет плотную форму является элементом сад вы или элементом происхождения земли земным условно земля она больше похоже на матку женскую то есть если в нее попадает семя то после того когда семя попадает она вырастает ну и сама 7 является тоже порождением как ни странно земли но для того чтобы семя попало необходимо чтобы появилась самом начале желание а желание является уже намерением сознания намерением умственным то есть и вот это намерение это огненный столб или все что идет от земли от горизонтали в вертикали именно поэтому человек вытянулся в отличие от всех животных в вертикаль потому что любая энергия намерения или желания она обычно вытягивает все виды энергии как бы из горизонтального мира в вертикальный таким образом можно условно сказать разглядывая линдом сожалению у меня нет на столе так бы и вам показал разглядывая линдом или изображение линдом обычно говорят что это там фалашивы на самом деле это эзотерическая эзотерическая доктрина мироустройство трех гун и так первое это намерение это энергия огненная в виде столба которая входит в землю это намерение чтобы земля рожала намерение чтобы в земле что-то появлялась и женская горизонтальная талона в котором зарождается семья и которым она гермафродическая в котором зарождается от такого намерения зарождается семья и зарождается матка и зарождается после этого жизни после чего зарождается все что мы имеем в горизонтальном мире и третье это пустота которая находится и вокруг горизонтального мира и вокруг вертикального мира это пустота это пустота божественная Это небо, которое мы видим темное, это пустота, которая все аннулирует и которая есть законом. Именно поэтому условно, глядя на землю, можно сказать, что небо это энергия намерения, а земля это энергия роста и давания, и созидания, и появления чего-либо материального. А небо, это сверху, оно условно выглядит как большой купол над землей. И вот этот большой купол обычно изображается в форме некой змеи с кобры, с огромным таким воротником, капюшоном, кобры. Почему? Ну, наверное, ни для кого не секрет, что космос может быть как счастьем, так и угрозой для планеты Земля. То есть космос и эта божественная энергия, может быть, от Солнца оторвался какой-нибудь кусочек, но я как не знаток это говорю, конечно, этого не может произойти. И после чего жизнь на земле исчезла. Или может ли космос восприниматься как элемент агрессивный? Конечно. Именно поэтому для человека поклонение лингаму, как намерению осознанной человеческой жизни, как плодоношению нашей земли, горизонтальному миру, и как вселенскому духу, контролирующему все вот эти задачи, является для нас, ну вот, религиозной вот такой доктриной. Я не знаю, знают об этом в Индии те, кто поклоняются или нет, но могу сказать, что это очень разумные гуны, которые есть, все три гуны есть в человеке. То есть гуна, которая обозначает Землю, это левая часть нашего организма. Правая называется гуна, которая обозначает наши намерения, это правая часть, огненная часть. И центральная часть, которая проходит вдоль человека, в котором находится позвоночник, копчик, это безразличие, это божественное безразличие, одновременно божественный закон, который невозможно никаким образом пресечь. То есть кто бы не говорил о том, что Бога нет, я обычно говорю, дело в том, что молекулы, если бы Бога не было, они бы соединялись, как им бы хотелось. Но они почему-то соединяются только так, а не иначе. Когда только так, а не иначе, они соединяются, то это говорит о законе. И этот закон, он кем-то контролируется. Они же не думают, когда объединяются. Они же, знаете, есть такие молекулы, которые имеют плюс и минус, микрочастицы. И эти микрочастицы в электронике, в химии, в микробиологии, в чем угодно, вообще в биологии, генетические законы и так далее, то есть они с позиции логики не поддаются разумному объяснению. То есть объяснить, почему так происходит, невозможно. Вы знаете, что мозг человека до сих пор не изучен. То есть чем глубже ныряют в него, как это все устроено, тем больше удивительных фактов о нем находят. И сказать однозначно, как небольшой биологический сгусток тканей с аромамасленной кислотой, в котором участвует распад липидов, ацетилхолинов, и с появлением дофамина и серотонина, как функционируют синаптические связи, почему происходят эти химические процессы в синапсах, как одновременно в ткани может происходить процесс движения энергии, электрического заряда в дендрите, в одну сторону, в аксоне, в другую сторону. Почему это происходит и так далее. Почему миелин так себя ведет и так далее. То есть на эти вопросы можно ответить только гипотетически. Но ни одно существо на Земле никогда, ни при каких условиях, не может и не сможет сделать подобный механизм. То есть у нас же все уже есть на Земле. То есть можно взять клетки, можно эти клетки вырастить как-то, но создать с ноля вот такой механизм совершенно невозможно. Почему? Невозможно, потому что понять, как это работает, никому не дано. И почему происходит объединение, как работает эта вся химия, это только гипотезы, а в лабораторных условиях сделать это невозможно. И тут такой вопрос. Почему? Потому что это все повинуется определенному закону. Какому закону? Божественному. Именно поэтому Божественный закон, это закон, когда все должно произойти именно так, как оно происходит. И никак по-другому. Ну что ж. Итак, вернемся к Ваджру. А что же обозначает Ваджр? Помните, я говорил о трех гунах? Вот эта гуна обозначает гуну намерения. То есть когда человек что-либо делает, то он обычно говорит, я бы хотел, чтобы это со мной произошло. То есть я читаю мантру для денег. И вот это усиливает закон намерения. То есть это усиливает наше сознание. Это усиливает, да, железячка. Да, какая угодно. Можно ли ее как-то держать рядом с собой и так далее. Положите ее на себя, держите ее в руке. Этого будет достаточно. Почему? Мысли по чуть-чуть будут более концентрированными, а те ваши намерения, которые вы желаете, мы же для чего-то читаем мантры. То есть мантра может называться там привлечение жизни, денег, для хорошей торговли. Так вот, с этим работает на 1% лучше. Без этого на 1% хуже. Но этот процент важен. Почему? Он улучшает эффективность. Как держать? Раньше я говорил, так держать, так держать, так держать. Могу сказать, что это не имеет сейчас, по моему мнению, не имеет никакого значения. Но помогает ли держание ваджи? Да, несомненно. Ваджра помогает человеку исполнить его намерение, усиливая вот такую функцию. Субтитры создавал DimaTorzok